здравствуйте в эфире программа мое утро и с вами кузнецов кирилл начнем с международных новостей дизайнерское мороженое завоевывает любовь американцев в этом кафе-мороженом в лос-анджелесе можно забыть о традиционных шариках и вафельных рожках здесь прямо на глазах у покупателей готовят роллы мороженое замороженный десерт украшают ягодами и фруктами именно так делают мороженое в таиланде мы делаем мороженое на платформе температурой минус 16 градусов она очень холодная поэтому мы наливаем органическую жидкую основу а не мороженое потом добавляем другие ингредиенты и постепенно получается мороженое кондитеры используют только экологичные продукты но покупателям нравится наблюдать за процессом приготовления десерта а в этой джелатерии предлагают итальянское мороженое с различными оригинальными добавками но без сахара и глютена и даже без молока такое лакомство подходит для веганов и для тех кто не приносит лактозу мой сын не употребляет ничего молочного но здесь используют миндальное молоко они делают настоящее мороженое без молока это замечательно и он и я можем его есть все виды джелата в этом кафе делает один кондитер катина мерченари она бывший модельер а теперь дизайнер мороженого я вижу что клиенты хотят чего-то натурального здорового и не калорийного кто-то не хочет сахара а многие стали веганами поэтому мы делаем много видов джелата для веганов по мнению экспертов дизайнерское мороженое будет пользоваться все большим спросом последние пять лет продажи мороженого во всем мире росли ожидается что к 2023 году объем продаж достигнет 84 миллиардов долларов однако покупатели хотят безвредного мороженого также в сша стали меньше покупать замороженный десерт из йогурта поскольку по составу он почти не отличается от обычного мороженого мои друзья умеет садиться на шпагат а я нет давайте посмотрим как растягиваться на поперечный шпагат перед выполнением упражнений на растяжку обязательно разомнитесь каждое движение необходимо выполнять плавно сохраняя ровное дыхание в момент максимального растяжения делайте глубокий вдох или слегка задерживайте дыхание выпрямите одну ногу носок натяните на себя вы сразу почувствуете как натянулись подколенные связки и задняя сторона бедра руки опустите перед собой на пол сделайте аккуратный переход с ноги на ногу выполняйте в течение одной минуты опустите бедро и колено на пол корпус разверните к прямой ноге и тяните вниз задержитесь в таком положении на 30 секунд верните корпус в исходное положение и выполняйте плавные наклоны вперед одну ногу опустите на бедро другой ноги колено согнутой ноги стремится к полу носок прямой ноги тяните на себя сделайте 8 наклонов корпуса к прямой ноге поднимите колено и поставьте стопу за бедро прямой ноги медленно наклонитесь вниз вы примите обе ноги затем подтяните одну ногу к себе обхватите стопу за бедро обеими руками и медленно вы примите задержитесь в таком положении на 30 секунд повторите все упражнения с другой ноги будьте гибкими будьте гибкими будьте форме я люблю покушать и сегодня сменю американский пирог с карамелью то у нас было большое другое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok И продолжаем про сладости. Веревка из маршмеллоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идеи для жизни. Имитация кирпичной стены дома. Добро пожаловать на наш канал! 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 Волосы становятся пушистыми из-за особой пористой структуры стержня волосяного фолликула. Подобное строение может быть обусловлено генетической предрасположенностью или неправильным уходом за волосами. Уход за пушистыми волосами предполагает разглаживание неровностей волос и устранение пористости путем ее заполнения специальными средствами. Такие средства делают их мягкими, гладкими и блестящими. Надеемся, наши правила помогут вам организовать правильный уход за своими волосами. Первое. Выбирайте специальные средства, которые помогут вам сделать поверхность волоса более гладкой. Шампунь и другие средства для пушистых волос должны быть питательными и восстанавливать структуру волос. Отлично воздействует на локоны гиалуроновая кислота. Это некий магнит для жидкости, благодаря которому волосы наполняются влагой. Гиалуроновая кислота питает и увлажняет кожу головы, способствует укреплению структуры волос, предотвращает сухость и ломкость. Правило номер два. Не нужно сильно тереть волосы, от этого они будут еще больше пушиться. Лучше мягко массировать подушками пальцев кожу головы, вспенивать шампунь, стоит в руках, а не на голове. Правило номер три. Скажите «нет» горячей воде. Она сушит кожу головы и волосы, отчего они становятся еще более пушистыми. При мытье используйте теплую воду, а ополаскивать волосы лучше прохладной водой. Правило номер четыре. Откажитесь от махровых полотенец. Они только повредят и пересушат волосы. Вместо них лучше использовать специальные полотенца из микрофибры. Такой материал впитывает избытки влаги, но при этом не ломает волосы. Правило номер пять. Обязательно ухаживайте за волосами дополнительно. Делайте маски, насыщайте волосы сыворотками, эликсирами и специальными маслами. Кстати, поделимся с вами небольшим лайфхаком. Чтобы понять, будет ли масло утяжелять волосы и жирнить их, можно провести небольшой эксперимент. Нанесите капельку масла на подушечки пальцев и дотроньтесь до бумаги. Качественное масло не оставит следов. Правило номер шесть. Старайтесь минимизировать использование фена. Пусть волосы высыхают естественным путем. Используя функцию «холодный воздух», досушите слегка влажные волосы. Правило номер семь. Если без укладки никак не обойтись, то сушите волосы по направлению сверху вниз. Правило номер восемь. Старайтесь не пользоваться продуктами, содержащими в составе спирт. Особенно это касается лаков и спреев для волос. Правило номер девять. Выбирайте правильные расчески. Для ухода за пушистыми волосами категорически не подходят металлические и пластмассовые расчески. Советуем делать выбор в пользу деревянных и силиконовых. Правило номер десять. Найдите своего мастера, который поможет вам сделать стрижку с учетом особенностей структуры ваших волос, а также даст ценные советы по уходу. Следуя нашим простым советам, вы сможете усмирить свои пушистые волосы. Что такое забота? Об этом нам сейчас расскажут дети. Всем привет! С вами Антон и Степа. Каждый день мама заботится о нас. Это огромный, огромный, преогромный труд. Скажи, а что такое забота? Это любовь. А это когда тебя очень сильно любят и покупают игрушки. Забота – это когда мама мне делает красивые прически. Это когда человек с тобой близко всегда. Это сердечно. А как твоя мама заботится о тебя? Очень-очень сильно. Укладывает меня вот так. Раз, два, три. И я засыпаю. Она меня целует. Ну, всегда ближе ко мне. Спинка щекочет. Она меня обнимает. Мама делает дома суп. Что ты хочешь пожелать своей маме? Цветочков на празднике. И сариков тоже. Очень длинная. Платье. Чтобы ее всегда на работе везло. Чтобы ее все мужчины любили. Чтобы она была такая красивая, как цветочек. Я желаю, чтобы моей мамочке все время было весело. Вот так. Чтобы у мамы была корона. Я маме желаю здоровья, счастья и маленькую сестру. Дорогие наши, любящие и самые любимые мамы. Спасибо за вашу заботу. За вашу нежность. За самые интересные сказки. За самые нежные объятия. А сегодня программу «Мое утро» вел я, Кирилл Кузнецов. Желаю вам добра. Не переключайтесь. Далее будет мультфильм. Здравствуйте. В эфире программа «Мое утро». И с вами Кузнецов Кирилл. Хорошо. Давайте немножко повеселее еще. Да? Смотрите. Начнем с международных новостей. Дизайнерское мороженое завоевывает сердца американцев. Да! Да! Почему я не могу? Я не знаю, я не могу. Я не знаю, почему. У меня ассоциации сердца и любовь. Не знаю. Какой так. Еще разочек последний. Я вас верю. Давайте, Кирилл. Начнем с международных новостей. Сер... Да! Чего так сложно? Главное – спокойствие. Ладно, все, собираемся. Работаем. Мы коним. Бле! Я не могу! Мне кажется, я паду без сознания здесь просто. Сегодня программу «Мое утро» вел я, Кузнец... Сегодня программу «Мое утро» вел я, Кузнецов Кирилл Сергеевич. Желаю всем добра. Не переключайтесь. Далее мультфильм. Кирилл Сергеевич. Кирилл. Я привык, меня тогда пары вызывают. Убедаремся. 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 Субтитры угодном. Убедаремся. И�и кори националь. 민ах ahead and take terce. Иск 나�backе. Искры вз inquiry. Искры предс São5-6-6 жизнь. ешRA-ми생.